ПСН Форум в прямом эфире. Наша тема дружба между народами. Сегодня мы уже говорили об обстановке в Луганской области, дружественных отношениях республики с нашим краем. И, кстати, дружит Луганская с республикой Южная Осетия, которая первой признала независимость Луганской Народной Республики. И я рад представить вам еще одного гостя, представителя республики Южная Осетия, Вячеслава Тибилова. Вячеслав Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер, дорогие. Я Харьков Гелгородский. И я рад тому, что у меня есть возможность сегодня здесь присутствовать и в адрес всех до единого охранения выразить свою благодарность за ту теплоту, за ту искренность, которую я здесь встретил и которую я здесь наблюдаю ежедневно вообще. В Орхангельске я не первый раз, далеко не первый раз. По стечению обстоятельств получилось так, что после первого моего визита в 2009 году на День города мы из Южной Осетии, из большой делегации, приехали вместе с вами отмечать ваш праздник День города. Привезли с собой детскую танцевальную ансамбль, привезли детскую футбольную команду. Это был замечательный период. Впервые в жизни я увидел Белые ночи. И мне почему-то показалось, и внутренний голос мне подсказал, что я далеко не последний раз побываю еще в Архангельске. И вот на самом деле это все сбылось. И сбылось это с теми обстоятельствами, что в 2010 году между Министерством здравоохранения Южной Осетии и Северным государственным министерским университетом были заключены договоры о взаимосотрудничестве, обмене опыта, обмене профессионализма. Приезжали к нам профессорский состав Южной Осетии, там проводились сертификационные циклы. И в рамках этой договоренности также были пункты, где были предоставлены места для обучения наших выпускников. И на сегодняшний день в Северном государственном медицинском университете учатся 8 выходцев из Южной Осетии. Кто-то уже закончил, кто-то доучивается, кто-то не смог адаптироваться с местными суровыми условиями. Вячеслав Георгиевич, но я знаю, что Ваша дочь заканчивала наш СГМУ. Да, на прошлом году закончила, в этом году проходит интернатура. И пользуясь случаем, с Вашего позволения, я хочу передать большие слова благодарности всему профессорско-преподавательскому составу, моим коллегам, которые, не щадя сил, работали и обучали как архангельцев детей, так и наших детей. Ни в чем, абсолютно не различая, кто, откуда и без всяких личных вопросов. Позволю себе такую добрую иронию. Северный государственный медицинский университет «Дружба народов» у нас практически есть в Архангельске. Вячеслав Георгиевич, а как бы Вы сегодня охарактеризовали отношения Южной Осетии и Поморья? Как они сегодня развиваются? Значит, благодаря такому человеку, как Владиславу Иванович Жгилев, отношения между Осетией и Архангельской областью будут продолжаться. И, по всей видимости, и после Жгилева найдутся продолжители того прекрасного мероприятия, которые проводят без лени, и я Вам скажу одну вещь, что в Южной Осетии Владислав Иванович, когда приезжает, его знают все. Дети особенно, и взрослые, и старики. Начали в 2012 году за заслуги, которые... Однажды Жгилев привез на Новый год кучу детских подарков. Я даже был поражен, как он смог это все довести. И та радость, которую он привез нашим детям, до сих пор стоит перед моими глазами. Вот. И чем чаще мы будем общаться друг с другом, наша республика тоже уже на грани становления. А приходится и после событий, всем известных событий, расстраивается инфраструктура, обустроивается. В последней деятельности будут строиться и лечебницы, и санаторные, курортные, здравницы. И куда будут приглашать, естественно, и охраны предгородцев, в том числе тоже. Я извиняюсь. Обязательно. Пожалуйста, Вячеслав Георгиевич, хочется спросить вас вот еще о чем. Недавняя новость о том, что со стороны президента Южной Осетии прозвучало намерение провести референдум по вступлению в состав Российской Федерации. Я вам скажу одно, что 99% и 99,00% населения Южной Осетии все являются гражданами Российской Федерации. И вопрос вступления или не вступления, это просто чисто формально, я считаю, что остается. Каждый житель Южной Осетии однозначно желает вступить в состав Российской Федерации и жить в составе в одной большой семье вместе с Российской Федерацией. Продолжить эту дружбу между народами, которые имеют большую историю. Вячеслав Георгиевич, спасибо вам большое за беседу, за интересные истории и о нас, об Архангелогородцах в том числе. И на память о нашей встрече, на память о нашем городе, с надеждой на дальнейшие приятные теплые визиты, мы хотим вам подарить фотоальбом «Непарадный Архангельск». Спасибо большое. Еще раз поздравить Владислава Ивановича с Георгиевичем с днем рождения, долгих лет ему жизни и всего доброго. Мне как раз подсказывают, что Владислав Иванович уже готов снова присоединиться к нашему разговору, и мы увидим его в этой студии через несколько минут. Ну а пока от имени всех мужчин я позволю себе признаться в любви, в любви к самому дорогому человеку, который есть у каждого из нас, к нашим матерям, которые всегда ждут своих сыновей, которые готовят принять их любыми, израненными, немощными, но всегда родными и любимыми. Мы все дети одной земли, для которой должны сделать все, чтобы небо над ней было мирным. Я уступаю эфир Татьяне Рогозиной и кубанскому казачьему хору. Душу ты не рви, сердце матери, сердце матери не дрожи. Сколько разных бед налопатили, дети мы, твои, все во лжи. Сердце матери, сердце родины, чистый свет в ночи у крыльца. Сердце матери, сердце ласково, но зашла улыбка с лица. В дом война пришла, сила грешная, черный ворон и все кружат. Чужаки в домах все не здешние, а в полях солдатики лежат. Сердце матери, сердце родины, ибо гряды в небо, в землях. Мы расправимся и подними в дух, но из дома злодей до война. Субтитры подогнал «Симон»!